Темный хлеб может быть вреднее белого. Почему не стоит выбирать по цвету? Существует распространенный миф, что темный хлеб очень полезен. И люди, которые придерживаются здорового питания или пытаются сбросить вес, выбирают в магазине только черный или серый хлеб. Почему темный хлеб не всегда полезен и на что нужно обращать внимание при выборе, рассказала диетолог Татьяна Лакуста на своей странице в Instagram. Почему темный хлеб не всегда полезен? Когда речь идет о темных сортах хлеба, то обычно имеется в виду цельнозерновый темный хлеб, с добавлением высевок. На самом деле, темный хлеб бывает разным и в его составе может быть много разных ингредиентов, которые не делают его более полезным, чем сорта белого хлеба, некоторые производители, например, добавляют в хлеб красители, чтобы сделать его более темным. А еще сахарные сиропы для усиления вкуса. Поэтому стоит обращать внимание на состав хлеба, тип помола муки, количество добавленного сахара, как выбрать самый полезный хлеб. 1. Самый полезный, грубый тип помола – это обдирная и обойная. Такая мука из целого зерна, в котором содержится много минералов, витаминов и полезных микроэлементов, при этом, первый, второй и высшие сорта отличаются тем, что содержат значительно больше крахмала, меньше клетчатки и минералов. Точка. Какой хлеб стоит покупать? Скриншоты. 2. Добавленные сахара – это отдельная боль. Из-за яблочного пюре, солода, глюкоза фруктозного сиропа темный хлеб может иметь высокий гликемический индекс, не меньший, чем в случае белых сортов, и в составе белков, жиров и углеводов вам напишут, сколько сахаров будет. Их может быть от одного и больше, сладкие виды хлеба 13 грамм. Тут главное ориентироваться на правило, меньше добавленных сахаров, полезней. 3. Один из лучших видов хлеба, с меньшим перечнем ингредиентов, как например в круглом украинском хлебе. Какой хлеб покупать не стоит, скриншоты. Кстати, ранее мы называли самые полезные виды хлеба. А также мы рассказывали, где нужно хранить хлеб в жаркую погоду.